Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и в сегодняшнем ролике вас ждет возвращение риверов, юнитов из первого Старкрафта, ну и доступного также в компании второго Старкрафта, юнитов, у которых очень мощные характеристики, вот вы можете с ними ознакомиться, 100 щитов, 100 хп, огромный просто урон, 75 урона, а против щитов они наносят 100, и, кстати говоря, все это на дальности аж 8 клеток каждые 3 секунды, их снаряды с корабль строятся за 5 секунд, стоят 4 минерала, 4 газа, кстати, в отличие от первого Старкрафта, где они стоили только минералы, правда, побольше. Есть еще специальный апгрейд, который позволяет риверам получить больше урона, плюс 50 по арморду юнитам, ну и есть такая специальная обилка, которая задерживает первую атаку ривера после того, как он высаживается из варп призмы. Кстати, еще один апгрейд есть, помимо вот апгрейда, который дает плюс 50 урона по арморду юнитам, это апгрейд, который увеличивает дальность атаки ривера на 2, с 8 до 10. В общем, вот такой прям полноценный джентльменский набор, и сейчас мы будем смотреть, как этот юнит поменяет игру. Вам наверняка интересно, что вообще значит ривер вернулся, куда вернулся, что вообще происходит, в общем, надо как-то чуть больше информации дать, помимо того, что просто в игре доступен ривер. Рассказ. Один любитель Старкрафта из англоязычного сообщества воплотил идею, которая, честно говоря, уже очень-очень давно сидит у меня в голове. Что будет, если в Старкрафте, в самом обычном мультиплеере, взять и просто заменить Дизраптора на ривера? Юнита из второго Старкрафта заменить на юнита из первого Старкрафта. И все, и больше ничего не делать. Вот просто у вас обычный стандартный мультиплеер, всего один юнит будет другим. Но я абсолютно не сомневаюсь, что игра полностью преобразится. И давайте в рамках такого небольшого вбросика, о котором я еще успею поговорить немного позже, эту идею можно расширить не только на ривера, можно вообще так попробовать поиграться самыми разными юнитами, и, возможно, у нас очень скоро будет такая возможность. Но пока один любитель Старкрафта из англоязычного сообщества просто эту идею воплотил и сделал модификацию. Модификацию, которая называется River Mode. И, кстати говоря, там прям турнир будет скоро, 25 февраля. Ну, я не знаю, я не думаю, что я прям буду играть. Но, в общем, будет турнир прям по этой модификации Старкрафта. И здесь просто нет Дизраптора, а вместо Дизраптора есть ривер. Все. Ривер, ну, как бы изначально взятый с кампании, но понятно, что в кампании он там слишком жесткий, поэтому он немного подрихтован, но все равно, честно говоря, его характеристики, там потенциально аж 125 урона по арморным юнитам, это прям вообще какая-то дичь. И, естественно, он может быть очень имбалансным, хотя при этом нельзя не отметить, что он также очень медленный. Это тоже может сыграть свою роль. В общем, посмотрим. Посмотрим, как ривер зайдет. Специально для того, чтобы показать вам, насколько сильно изменится игра, как она преобразится, я сыграл несколько кастомок против спарринг-партнеров примерно моего уровня. Там, может быть, где-то чуть пониже, может быть, где-то чуть повыше. Сейчас вы видите матчап ПВТ против Терана Астра, нашего редактора канала, который также отсматривает все ваши реплеи, периодически делится своими очень классными. Ну и вот поучаствовал он в записи этого видео. И, как видите, я уже пытаюсь побыстрее выйти в риверов. И вообще я играю билд, который чем-то, наверное, похож на билды из первого Старкрафта, где максимально быстро протасы пытались получить против Теранов шаттл со скоростью и риверов. И вот я делаю абсолютно то же самое. Здесь адепты отвлекают и развлекают Терана. А дома в это время я заказываю апгрейд на скорость призме, заказываю ривера. И, естественно, делаю все для того, чтобы оттянуть выход Терана. Я понимаю, что там план это пойти в атаку вот этими морпехами и циклонами, и, возможно, еще минами, чтобы это все объединилось. Но, естественно, мне нужно время. Мне нужно время для того, чтобы подготовиться к отбитию этой атаки. Как видите, у меня потихоньку заказываются батарейки на второй и третьей базе. И вот у меня появляется первый ривер, который уже делает Скоробеев свои снаряды. В отличие от снарядов Дизраптора, эти стреляют сами по себе. То есть вам не нужно управлять рипером для того, чтобы он выстрелил. Не рипером, а ривером, конечно. Но при этом эти снаряды все же стоят денег. Поэтому с ними нужно быть довольно осторожными. Ну и давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Это уже выглядит очень жестко. Правда, в это время дроп мин, но мы все-таки за риверами следим. Но на самом деле ривер тут просто развалил. В это время, правда, дроп мин тоже развалил. Развалил аж 11 пробок суммарно. Ну, может, там 10, может, какая-то была потеряна в другом месте. Но это прям было очень жестко. Ну и Астра, кажется, начинает понимать, что вообще за риверы. Чем они хороши. Сейчас у риверов пока нет никаких апгрейдов. Да-да-да, вот они, вот они. У риверов пока нет никаких апгрейдов. Есть только апгрейд на скорость в арт-призме. То есть ривер наносит 75 урона по своим целям каждые 3 секунды. Вообще звучит как не очень много. Типа, ну, 75 урона, ну и ладно. Даже циклоном не ваншот нет. Но там еще сплэш огромный. И вот сплэш, конечно, решает очень сильно. Ну и призма со скоростью, понятное дело, не дает эту призму в обиду. Точно так же, как и в первом Старкрафте против игры в риверов. Террен играет механизацию. ТВП в первом Старкрафте вообще практически никогда не играли в био. И во многом как раз таки из-за риверов. То есть в био можно было играть, но риверы, да еще и потом штормы. И это прям страшная сила. И если там со штормами можно что-то придумать при помощи ЕМП. Хоть оно и, как бы так сформулировать, не настолько доступное было в первом Старкрафте, да. Потому что там ЕМП делали Сайенс Вессли. Здесь совсем другие расклады. Здесь ЕМП доступнее, поэтому штормы не проблема для био. А вот риверы могут быть проблемой, но так же может быть проблемой потеря варп-призмы с двумя риверами внутри. Очень четкий был перехват от Астра, который увидел, куда полетела призма. И у которого теперь довольно неплохая ситуация. Огромный боевой лимит. В принципе, можно готовиться к какой-то тайминговой атаке. Я, естественно, понимаю, что тайминговые атаки могут быть опасными. И посмотрите, насколько активно я кругом ставлю стат оборону. Я вообще, как вы знаете, небольшой любитель всяких фотонных батареек. Наоборот, я люблю реализовывать свое преимущество в макро. За счет того, что я там условно варпаю много-много юнитов. И потом иду в тайминговые атаки. Здесь абсолютно иная ситуация. Как видите, я кругом ставлю фотонки батарейки. Почему? Потому что серьезная часть моих ресурсов и моего лимита вот в этих юнитах. И вы посмотрите, насколько они немобильны. Они вообще еле ползают просто. То есть, это хоть и тоже позиционный юнит, как дизраптор. Но если дизраптор вы можете построить там 10-20 штук и, блин, сталкерами прыгать вместе с дизами. То здесь, ну, вообще нельзя прыгать дизрапторами, сталкерами. Ну, в смысле, риверами вместо дизрапторов. И вместе со сталкерами все это делать. Потому что, ну, абсолютно другой юнит. Зато посмотрите, насколько же они хороши в обороне. Они сейчас получили матрицы прерывания. Окей, ничего страшного. Здесь чисто на шилдбетре оверчарджи, как видите, мы неплохо держимся. Но они успели уже по разу выстрелить и очень здорово продамажить юнитов террена. И терну прям тяжело наступать на риверов. Под разложенными танками, да, там сразу другой разговор. Но пока разложенных танков нет. Буквально два ривера очень уверенно держат позицию. И в итоге терну приходится отступать. Ну, естественно, на отступлении тут он теряет немного юнитов. Теряет пару танков. И глобально тут уже не все так весело для меха. Астра пытается перейти на четвертую. Ну, как-то не перелетает пока командный центр. У меня уже четвертая есть. Она в целом нормально добывает. И я вышел вперед по лимиту. Но я вышел вперед по лимиту во многом из-за того, что Астра не лучшим образом тратит ресурсы. У него тут четыре факторки на технических лабораториях. Одна на реакторе, как видите, не совсем удачная комбинация получается. Ну и войско у меня такое себе, прямо скажем, основное. Но, опять же, из-за того, что риверам в любом случае будет очень неудобно вместе с этим войском перемещаться, то риверов я отдельно загружаю в призму и отправляю на мейн. Здесь мы просто агрим войско соперника. Гуляем там колоссами, сталкерами, зилотами, пугаем. А на самом деле весь экшен здесь. Призма с двумя риверами, которые сразу начинают разваливать. И в отличие от шаттлов из первого Старкрафта, тут призмы еще, видите, могут доварп делать. И риверы напоследок здорово. Там бахнули по гиллионов. Ну, супер успешный Харас на самом деле. Супер успешный, супер удачный. Да, вы можете сказать, ну, риверы-то теперь на красный хп, ничего страшного. Они просто могут спокойно уйти домой реколом, немного подхилиться. Они все равно будут там в задних рядах во время любых следующих сражений. Здесь мы просто не дали сопернику перейти нормально на четвертую базу. Я уже могу себе позволить занять пятую. И, видите, даже как-то много риверов и не нужно. То есть, моя главная проблема с дизрапторами, я помню, когда вот дизрапторы еще были 3 лимита, и когда они, честно говоря, местами казались прям очень жесткой имбой. Моя главная проблема с дизрапторами была в том, что, ну, по сути, чем больше дизрапторов, тем лучше. Вот реально, если у тебя 2-3, ну, это так себе, 5-6 лучше. Но по факту ты начинаешь там все разваливать по земле, когда у тебя 10 плюс дизов. И даже прогеймеры, несмотря на то, что там все очень здорово уворачиваются от дизрапторов, все равно использовали именно стиль масс-талкеры, масс-дизы. С риверами! Построй 10 риверов, чтобы они вообще не перемещались. Ну, это реально, это 40 лимита, которые будут перемещаться медленнее, чем королевы за пределами крипа. То есть, это вот настолько же эффективно, как зергам построить там 20 королев, и даже, предположим, у них будут транс-хьюзы, когда у королев были транс-хьюзы за пределами крипа, все равно так никто не играл, и, поверьте, этому было довольно много причин. Так что, вы видите, вообще толком, вот, не мастятся риверы. Можно роботикс использовать для абсолютно других целей. Колоссы, имморталы, там, побольше обсерверов добавить, и вполне норм. И, кстати, если вам кажется, что слишком сильно пересекаются колоссы и риверы, вообще нет. Во-первых, из-за того, что колоссы быстрые на фоне риверов. Во-вторых, из-за того, что колоссы намного лучше справляются с лайт-юнитами. А вот у риверов, как у имморталов, бонус-парморд юнитом. Но при этом, конечно, риверы, в отличие от имморталов, не могут танковать, не могут принимать урон. Поэтому, в целом, вот, все это сочетание иммортал и колоссы-риверы абсолютно нормально работает. И на этот раз, как видите, матрицы прерывания там уже повлетали в колоссов. Соответственно, после этого можно спокойно высаживать риверов. И два ривера, несмотря на то, что они на красный хп, еще немного поучаствовали в сражении. И Астра выходит из игры, признает свое поражение. Вот так, буквально несколько риверов, построенных еще в самом начале игры, полностью перевернули ее ход. И показали, что ПВТ может играться совершенно по-другому. Думаю, после такой игры у вас могут быть вопросы, а что вообще с этими риверами делать-то? Вот, в пехоту, значит, не играли в первом Старкрафте, потому что риверов никак нельзя было контрить. А мех, вот, допустим, Астра попробовал сыграть, и вообще ничего не получилось. Ну, ответ в целом довольно простой. И я думаю, что в рамках второй игры мы с вами попробуем ответ на этот вопрос получить. Мы на карте Oceanborn, и, как видите, Астра с самой первой минуты прям пытается взять инициативу в свои руки, ставит здесь инженерку, чем очень сильно сбивает мой билд, потому что я изначально хотел пойти в довольно наглый такой Nexus без газа. Nexus, который, ну, в общем, совсем по-другому позволяет Protoss'у развиваться. К сожалению, не будет у меня такой возможности из-за этой инженерки. Инженерку мы просто выпилим пробками, но понятное дело, что времени потеряно довольно много, и Астра в это время дома ставит свой командный центр прям примерно по такому же таймингу. Там реальная разница в секунду между терновским командным центром и Protoss'овским Nexus'ом. Ну, в общем, понятно, что в итоге мы во вторую базу выйдем. Так вот, видите, да, разница в том, что Астра уже прямо с самого начала пытается забрать инициативу в свои руки, и вот обратите внимание на эту ECV, она здесь тоже не просто так. Естественно, для того, чтобы играть вот в том стиле, который я предложил в предыдущем сете, для того, чтобы играть в быстрая роба, необходимо при этом учесть серьезное количество слабости этого билда. Каких? Ну, например, ранее роба — это отсутствие мобильности против разного рода дропов или иного там летающего беспредела со стороны Терена. Там могут быть какие-то банши, либераторы, могут быть дропы, передропы. Очень много всего может придумать Терен во втором Старкрафте, в отличие от первого на стартовом этапе игры. И опенинги в Twilight и Stargate хороши тем, что у тебя там либо блинки есть, либо какие-то оракулы-фениксы для того, чтобы этому противодействовать. И если ты открываешься в Robotics, то, естественно, расклады сразу совсем другие, и, естественно, ты теряешь эту мобильность, ты теряешь эту возможность противостоять сопернику. Ну и Astra, обратите внимание, играет Factory на реакторе, в которой на этот раз не циклоны, не мины, а именно гелионы. И также ставится Proxy Starport. Proxy Starport, против которого абсолютно ничего сейчас нет. Я первым юнитом делаю об сервера, потому что, конечно, я понимаю, что там было Factory на реакторе, а значит, ну, надо просто разведать продолжение. То есть там может быть абсолютно что угодно, и мне желательно знать как можно раньше, во что будет играть соперник. Примерно 5 разных билдов может быть с такой Factory на реакторе. Но, как видите, здесь именно вариант с дропом гелионов, и у терна уже есть эти самые 4 гелиона, которые выезжают с натурала терна. Я об этом совершенно ничего не знаю. У меня здесь такая, как мне кажется, все же стенка с этими тремя адептами из Shield Battery. То есть, по идее, ничего в лоб проехать не может. Если будут циклоны, то батарейка потянет время, появится и Мортал дальше. Но циклоном не будет, а будут 4 гелиона на главной базе. И сейчас, обратите внимание, 30 на 41 по рабочим. Но в итоге у меня даже нет пилона, который бы контролировал там передроп. И чуть-чуть я не успел с апгрейдом на варп. Не хватило буквально 2 секунд. Потому что, если бы был апгрейд на варп, я бы просто смог заварпать юнита вот в эти дырки между зданиями. То, что я делаю прямо сейчас, для того, чтобы не давать гелионам проехать. Но, конечно, это уже было слишком поздно. И по итогу сейчас потери по экономике довольно серьезные. Хотя пока, в принципе, приемлемые 8 пробок уничтожено. 31 СВ у Терна, 37 пробок у Протаса. То есть, это пока для нас вполне играбельно. Хотя, конечно, инициатива полностью на стороне Терна. Я заказываю первого Ривера. Риверы, кстати, если вам интересно, стоят 100 минералов, 150 газа, если я все правильно помню. То есть, они чуть-чуть дешевле дизрапторов. Мне кажется, кстати, это слишком дешево. Я бы поднял стоимость точно, там, до 200-150. Я не знаю, вот я сейчас сказал, и я начал сомневаться, что они именно столько стоят. Но, если честно, я почти на 100% уверен, что когда я играл, то было именно так. В общем, да, мне кажется, они должны стоить подороже. Но и без того. Инвестиции очень серьезные. То есть, нужно делать грейд на скорость призме. Нужно делать призму. Нужно делать робо-бэйн. Нужно делать риверов. Это все просто огромные вложения, которые вообще довольно тяжело себе позволить. И сейчас я, в целом, позади по макро. Потому что у меня полезных юнитов на карте вообще никаких нет. Просто иммортал, ривер, 4 адепта, 2 сталкера. Там заказан какой-то апгрейд. В чем еще, кстати, очень важное отличие, как вы понимаете, риверов от дизрапторов. В том, что на выстрелы дизрапторов никак апгрейды не влияют, а на выстрелы ривера еще как. Поэтому, делая грейды на атаку, вы делаете своих риверов намного сильнее. В общем, да. У меня пока особо каких-то полезных технологий нет. Экономики. Я только сейчас полноценно раскачал две базы. И любая следующая атака может стать для меня очень неприятной. Поэтому, как и в прошлой игре, я пытаюсь сделать ставку на стат оборону. Ну и, само собой, надо лететь и призмой пытаться что-то делать. И дальше я ставлю побыстрее второй робот для того, чтобы получать больше риверов. И для того, чтобы чисто на масс-риверах пробовать обороняться, защищаться от действий соперника. Здесь мы видим оттера на игру в био. И да, с одной стороны био может быть очень уязвима вот к этим выстрелам риверов с огромным сплэшем. Но, с другой стороны, все же надо понимать, что у био есть мобильность. И это именно то, что может очень сильно протосу с риверами портить жизнь. Здесь такая интересная война терана против призмы. Ривер как раз пытается наилучшим образом себя проявить. Но здесь я ошибаюсь, наверное, с этим доварпом. И дальше я пытаюсь ривером выстрелить именно по кучке мариков. Но Астра очень здорово отвел одного морпеха. И в итоге, на самом деле, теран здесь очень мало что потерял. Посмотрите на разницу по потерям. У терана только марики, у протоса куча дорогостоящих технологий. В общем, не настолько прям просто весело риверами, знаете, окликать, побеждать. Как может показаться на первый взгляд. Очень легко отдать дорогостоящую призму с риверами. Но, опять же, я стараюсь дома получить их как можно больше. Потому что, в моем понимании, это единственный шанс что-то противопоставить последующим выходам. Я понимаю, что примерно вот такая и будет разница по боевому лимиту. И что у меня сильнее экономика. Поэтому эту экономику нужно защищать кругом. Видите, такие связки фотонки-батарейки. Во-первых, для того, чтобы либераторы как раз не раскладывались слишком нагло. Для того, чтобы им вот так вот приходилось раскладываться. Ну и, во-вторых, для того, чтобы просто фотонки тоже на себя попринимали урон, пока риверы будут его наносить. Но Астра делает очень грамотно. Вместо того, чтобы лезть вот на эту оборону, где потенциально шилдбет, риверчарджи, куча риверов. Астра просто загружается в медиваки и устраивает экшен по трем фронтам. К этому я, конечно, тоже готовился. Здесь тоже везде фотонки-батарейки. Но, откровенно говоря, этого прям недостаточно. Совершенно недостаточно. Приходится вот возвращаться риверами на натурал. На мэне всего один дроп, поэтому там, по идее, должно быть немного проще. Плюс он не в минеральной линии, как ни крути. Но здесь реально нет других аутов, кроме как просто вернуться риверами. Вернуться риверами и попытаться ими что-то сделать. Тут подходят сталкеры, но парой сталкеров как бы тяжело выбить полноценный дроп. Приходится срывать пробок. Вовремя появляется колосс. Ну а тут попытка дропнуться сверху на риверов. Первый ривер быстро объясняет пехоте, что это отвратительная идея. В отличие от дропа сверху на дизраптеров или даже на колоссов, вот на риверов дропаться сверху не вариант. Одного ривера астре здесь удалось забрать. Но на этом потери по ценнейшим юнитам здесь остановились. Другое дело, что все равно, видите, по лимитам 122 на 98. Терран очень сильно впереди. И тут, понимаете, тут... Как бы так сформулировать. То есть тут такая цепочка событий, которая начиналась еще с дропа гелионов. Из-за дропа гелионов у меня хуже экономика и позже технологии. Из-за этого я позже прилетел к призму. И призма вообще ничего не смогла сделать. Из-за того, что я потерял призму, мне пришлось еще больше вложиться в стат оборону, чтобы просто не умереть от выхода в лоб. Из-за всех этих вложений нет хорошего такого костика армии, который бы справлялся с дропами. В общем, от того, что в кузнице не было гвоздя. Да, попытка пробить риверов в лоб вообще ничем хорошим не может закончиться. Тут еще сталкеры на позиции удается забрать медиуак. Поэтому так жизнь немного наладилась, с учетом того, что Терран не рискует нападать на все вот это. Мне кажется, можно было бы попробовать смелее переразложиться танками. Несмотря на то, что у риверов уже, скажем так, серьезные тут перспективы и их серьезное количество, у них нет апгрейдов, на которые у меня просто физически не было денег. У риверов, напомню, там и плюс 50 по арморду юнитам можно получить к урону, и плюс 2 к ренджу. Ну, в общем, всех этих апгрейдов у меня нет, а танки, даже если бы апгрейды были сделаны, легко бы перестреливали риверов по дальности, ну а без апгрейдов так тем более. Тут мощнейшая атака медленными зилотами, потому что Твайлайт какое-то время был без энергии, без питания после успешного дропа со стороны соперника. Но в итоге зилоты там тоже как-то отвлекут, как-то немного выиграют время. Я пытаюсь получить свои грейды 3-1, и, естественно, дальше я уже не буду массить риверов, то есть роль риверов выстоять. Мы выстояли, у нас есть 3 ривера сейчас, и мне нужно срочно смещаться в сторону 4-го Нексуса, потому что я знаю, что войска Терна уже там, но риверы туда никогда в жизни не доползут, большая ошибка от Астра, что он разложил 4-х либераторов так, что они все разлетались от рона Архонов. Ну и вот посмотрите, как риверы успели по одному разу буквально выстрелить. Вот чем они похожи на дизрапторов, так это тем, что тяжело им в рамках одного сражения выстрелить больше, чем один раз. В итоге один из риверов выстрелил дважды, но на этом все. И наступать на разложенные танки риверами практически невозможно. То есть натурально приходится идти колоссу впереди и танковать, и шилдбет риверчардж там еще помог немного подхилить, но в итоге я даже не успеваю спасти одного из этих риверов. Очень они медленные, очень неповоротливые. Конкретно здесь, конечно, мне бы сильно помог рейд на дальность атаки, но, блин, он стоит 200-200. И просто делать его ради, там, трех риверов, которые у меня есть, ну, честно говоря, казалось, что здесь-то будет прям совсем оверкилом. Да, я понимаю, что вы можете посмотреть на мои запасы по ресурсам и сказать, ну, там, типа, есть деньги. Деньги, может, где-то и есть, но я на любом этапе понимаю, куда их потратить. Возможно, полезнее, чем просто на грейды для этих четырех юнитов, которые, безусловно, были максимально важны, но которые дальше, возможно, будут уже менее важны. И дальше, как видите, я заказываю из роботиксов и имморталов и колоссов. Почему дальше, например, риверы будут менее важны? Потому что чем ближе лейтгейм, тем больше мне придется перемещаться между моими базами. И риверы — это именно тот юнит, который, ну, вообще нормально перемещаться не может. То есть, в теории, если бы, знаете, у меня был там корейский АПМ, можно было бы построить четыре варпризмы, и в четырех варпризмах перевозить восемь риверов. Ну, во-первых, ну, кого мы обманываем, Аликс и корейский АПМ. А во-вторых, честно говоря, это прям совсем дофига лимита. То есть, для каждых двух риверов я буду тратить десять лимита на самих риверов и призму. Ну, прям совсем много. То есть, считайте, ривер, который пять лимита занимает. И здесь, посмотрите, Теран и Протос разминулись, и Теран уже занимает позицию. Я пытаюсь вернуться реколом, но я даже не попадаю по риверам. Риверы в итоге остаются где-то там сзади, и они просто ничего не успевают. Призма там ничего не смогла сделать, потому что в воздухе куча викингов, и все. Вон, видите, где риверы? То есть, юнит на самом деле также требующий довольно тонкого контроля, как и Дизраптор, но, на мой взгляд, юнит, который концептуально намного больше подходит Протосам, потому что он, как минимум, помогает здорово обороняться, и как максимум он, наверное, при должном микроконтроле может быть использован прям вообще абсолютно идеально, но при этом к нему есть понятный контракт. Вот что такое контракт Масталкера Дизраптором? Это вопрос. Что такое контракт Масталкера Ривером? В принципе, вполне понятно. Да и Масталкер вообще не обязательно, это прям хорошее дополнение к Риверам. Вот так контрятся Риверы в матчапе ПВТ, но давайте теперь посмотрим на этих юнитов против Зергов. В матчапе против Зерга моим спарринг-партнером будет Зерг Кабан. Еще один игрок Грандмастер Лиги, который, посмотрим, сможет ли раскрыть слабые места Риверов в этом матчапе. Пока мои первые впечатления, опять же, что юнит очень интересный, и я бы прям хотел посмотреть пару турниров с участием прогеймеров, как они будут играть Риверами, как они будут играть против Риверов. И вообще, опять же, эту идею можно развивать. Эту идею можно развивать и, например, знаете, попробовать... попробовать дать игрокам возможность на некоторые слоты выбирать юнитов, да? Ну, например, там, не Гелионова Вультур, там, не Циклоново Голиафов каких-нибудь, не Риверово Дизрапторов, там, не Мазершипа Арбитра, а у Зергов там, может, не Инфестрово Дефайлеров каких-нибудь. Понимаете направление, да? Вот вполне возможно, что какие-то такие эксперименты мы сможем провести в ближайшее время. Мне кажется, это было бы прям очень интересно. Если вам нравится, кстати, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и стать его спонсором. Огромный респект нашим спонсорам за поддержку канала. Но мы продолжаем максимально активно выпускать видосы по три раза в неделю. И, кстати говоря, для спонсоров у нас уже вышел в этом месяце бонусный секретный агент. Просто рекордные продолжительности. Два с половиной часа. Два с половиной часа игр от первого лица. И заодно аналитики о том, как сливались игры и какие игры на самом деле сливались в недавнем эпизоде секретного агента для всего канала. Я, в принципе, то видео уже тоже откомментировал, но я в ролике для спонсоров очень подробно все рассказывал и озвучивал победителей нашего мини-конкурса. Не знаю, будем ли мы еще такие инициативы проворачивать. Кому-то интересно, кому-то нет. Думаю, что следующий выпуск секретного агента будет обычный, а потом как пойдет. Так, ну что, у нас тем временем здесь Нексус Дагейта от вашего ютубера-комментатора. И он переходит, как видите, в Старгейт. Почему в Старгейт, почему не в Роба? Здесь все очень просто. Нужно как-то выходить на третью базу, нужно как-то третью базу защищать в матче ППВЗ. Откровенно говоря, с тем, когда появляются риверы, ну, выходить на третью базу явно придется без них. А без какой-то поддержки, буквально там с парой адептов, нагло вылезать на третью, значит быть очень уязвимым к целой серии билдордеров. Поэтому, как видите, я здесь делаю оракула для того, чтобы прикрывать этот выход на третью. И только потом уже ставится роботикс для того, чтобы потихоньку выходить в риверов. Что касается нашего соперника, то у зерк кабана здесь активно делаются королевы. Так что к моему Старгейту он просто идеально готов. Хотя, сам по себе Старгейта он, по идее, не видел. Но, возможно, догадывался, что Нексус Дагейта будет развиваться именно так. Здесь я прилетаю оракулом, вижу довольно ранний Тактор Роуч Уоррен. И это само по себе уже довольно интересно. Лейер я здесь не видел. Но, просто пока отмечаем ранний Роуч Уоррен сам по себе. Но, в любом случае, у меня пока нет какой-то адаптации к действиям соперника. Просто две полностью раскачанные экономики. У меня, конечно, по экономике прям вообще все шикарно. Видите, постоянно у меня больше рабочих, чем у зерга в течение всей игры за счет этого Нексуса Дагейта. Ну и вот я пытаюсь как раз потихоньку переходить в Риверов. Два Робо-Робо-Бэй. Просто по батарейке на второй и на третьей базе. Ну а у зерга тем временем заказывается грейд на скорость Эверлордом. И, в принципе, зеркабан исполняет билд, который можно называть билдом Ламбо. Или немецким такси, как его называют наши англоязычные коллеги. Ну и суть этого билда в том, что королевы в транспортных Эверлордах подвозятся в атаку. Для того, чтобы там каким-то Оракулом или Вуэдреем нельзя было слишком легко отбиться. И по земле также нападают Реведжеры Роуч и Линги. И, в общем, все это приходит на базы Протаса. И бедняге Протасу там очень тяжело отбиваться. Я тут себе спокойно занимаюсь Харасом Крипа. Но в целом есть ощущение, да, что зерк какие-то странные вещи делает. У него тут какие-то роучи почему-то. Но прямо под Аверсиром, под Апсервером эти роучи превращаются в Реведжеров. И уже сомнений нет. Все это сейчас пойдет в атаку. А немецким такси билд называется, потому что транспортные ловеры выполняют роль такого такси. И будут подвозить Королеву на поле боя. Но мы, естественно, к этому очень серьезно готовимся. Кругом куча фотонок и батареек, эстазисных ловушек. Прям все очень четко. Единственное, что армии у меня ни черта нет. Но у меня есть два Ривера. У меня есть два Ривера. И опять же, если Риверы в чем-то очень хороши, то они определенно хороши в обороне. Более того, даже третий успевает появиться. Третью, как мне кажется, здесь вообще не пробить. Здесь три батарейки, четыре фотонки. Абсолютно непробиваемая оборона на натурале. Может быть, не так все круто. Там всего одна батарейка, и она выдвинута вперед. Посмотрим, куда будет нападать Зерг. Зерг, видимо, будет нападать именно на натурал, который защищен намного меньше, намного хуже. У меня доделался апгрейд на плюс 50 урона по арморд юнитам. Так что будут огребать роучи. Грейд на дальность Ривером пока не готов. Он только делается. Ну и здесь я отступаю к шилдбетре оверчарджу. И Риверы очень быстро объясняют юнитам Зерга, что к ним так просто не подойти. И много выстрелов в холостую, потому что Риверы стреляют по одним и тем же юнитам. И те разлетаются, после чего скоробея взрываются впустую. Но здесь еще статусная ловушка хорошо сработала. А там потом появились еще Риверы. И, как видите, Зерг прям вообще ничего не может здесь делать. Зерг буквально там несколько юнитов у меня убил. Двух зилтов, двух адептов, двух сентри и Вуидрея. И все. Дальше Риверы зачистили все. И посмотрите на количество фрагов. Пятнадцать, десять, восемь. И еще там у одного свежепоявившегося есть парочка убийств. Просто жесть. Суммарно Риверы зачистили более 30 юнитов. Зерг Кабан очень недоволен. Максимально просто недоволен произошедшим. И что теперь вот со всем этим делать? Ну, как-то переходить в макро с 56 дронов. У меня, как видите, ставится четвертая Ривера. И куда-то там еле-еле ползут. Ну и я в качестве эксперимента на этот раз решил прям побольше Риверов бахнуть. И посмотреть, вот что будет, если я накоплю прям там 7 Риверов, например. И потом пойду с ними в атаку. Здесь, как видите, просто стенка на третьей базе. Но она очень хорошо прикрыта, защищена. Там нечего бояться. На четвертую потихоньку переходим. Есть просто плюс один на атаку. Есть оба Грейда на Риверов. И пока все. Делается еще блинк для сталкера. Он пока не готов. И, как видите, я иду вперед именно вот таким войском. Явно не самым сильным в истории Старкрафта. Но довольно любопытным. У меня меньше боевого лимита. И Риверы вообще ни черта не успевают к началу сражения. Зерк просто великолепное сражение начинает. Но отступает от Риверов. Ох, какой вкусный скрабей там влетел. Знаете, в чем еще разница между дизами и Риверами? Вот от Риверов. Ты так просто не убежишь. И вообще, может быть, никак не убежишь. В отличие от дизрапторов. Здесь, конечно, очень жестко дают прикурить Риверы. Сейчас должен подлететь Апсервер. Я очень медленно продвигаюсь. И потому что Апсервера нет. И потому что с Риверами ты как бы особо быстро не сможешь продвинуться. Риверы такое ощущение, что иногда прям вообще в пустую, в холостую почему-то стреляют. Ну, да, например, у них у всех там может в одночасье появиться в Вижене Криптумор. И тогда они все вместе по одному Криптумору и выстрелят. Конечно, странно, но как есть. У Зерка огромный боевой лимит. У Зерка плюс один есть на коготь и на дальность атаки. На дальнюю атаку, в смысле. Но очень близок был Зерк к тому, чтобы Корозив Байлами забрать двух Риверов. Но я их тут довольно грамотно успел спасти в призму. И пока... Пока мы продолжаем продвигаться. Очень медленная протасовская армия продолжает продвигаться. С вармхасты со стороны Зерка для того, чтобы, видимо, разменивать бесплатных юнитов на почти бесплатных Скоробеев. Может быть. Может быть, это и неплохо было бы, но... Честно говоря, сейчас уже как будто бы поздновато. Да, Скоробеи реально иногда... Такое ощущение, что вообще в каких-то пустых местах взрываются. Чаще всего, да, это происходит потому, что цели, по которым они стреляли, уже мертвы. Стретит на лагерь. Просто в какие-то непонятные точки иногда стреляют. А иногда снаряды просто не могут протиснуться сквозь плотный строй самих Риверов. Вот еще. Почему их нельзя строить слишком много? Они начинают просто мешать друг другу физически. Но, с другой стороны, вот у Зерка 200 лимита, но мне кажется, Зерк вообще без понятия, что делать. Потому что Риверы продолжают жить, и они там уже все столько убийств нафармили. 23, 21, 19, 11, 9. Там все Риверы просто без конца расстреливали юнитов Зерка. Но я не знаю, по потерям даже близко в итоге. 8, 200 на 9, 700. Но Риверы выглядели, ну, просто совершенно неприкасаемыми. Может быть, если бы опенинг здесь был чуть удачнее, то у Зерка бы получилось все лучше. Но, а так вы видели, Риверы просто разнесли все в смятку. Особенно в обороне. Но и в атаке они тоже оказались весьма полезны. Да, надо бы разобраться теперь, как контрить все-таки Риверов в матч-эпе ПВЗ. Что делать с Зергом? Но, вообще, на самом деле, по идее, довольно неплохо должен работать вариант, когда... Зерки просто идут в масс Муталийского или, там, Тераны, не знаю, играют в какой-то масс Воздух. Хотя, конечно, масс Воздух в ТВП это такая штука, мягко говоря, не мейнстримная. Но у Зергов могут быть и чуть другие опции, о которых мы обязательно поговорим в этой игре. Пока я играю в свой излюбленный оупенинг. Оупенинг, который призван мешать Зергу ставить третью. Гейтвей, кибернетка, быстрая разведка. Дальше адепт, который летит вперед и не дает ставить хату, которую до этого не давала ставить пробка. В общем, все по плану. Все по плану, все по красоте. По красоте, конечно, еще вот так. Поменять игроков местами, чтобы у нас сразу два флага Украина было. Один над другим. Это хорошее напоминание всем нашим зрителям о том, что мы-то, конечно, тут наслаждаемся Старкрафтом. Но война все еще идет, война все еще продолжается. И все мы должны делать абсолютно все возможное для поддержки ВСУ. Ну, а те, кто все еще сидит на канале и иногда там что-то подписывает в комментариях на тему того, что в мой уютный мир кто-то привнес политику, напоминаю, могут разворачиваться и на все четыре стороны уходить. Потому что нет никакой политики на этом канале. Идет война. И пока она идет, мы будем продолжать об этом говорить. Потому что худшее, что может произойти... Ну, ладно, много всего, на самом деле, плохого может произойти. Но худшее, что может произойти с точки зрения вот рядовых обывателей, это то, что война уйдет куда-то там на дальний план. И все будут усиленно делать вид, что ее нет, что все нормально. Что Россия там и дальше может продолжать убивать украинцев, что всем пофиг. Нет, вот такого точно не будет. Как минимум на моем канале. Для всех, кто будет смотреть здесь наши ролики. Посмотрите, насколько успешно в итоге получается рейд этого адепта. Да, в итоге поставлена хата. Но у адепта пять убийств, и хата поставлена довольно поздно. В принципе, адепта можно было бы сохранить. Но ничего страшного, у нас есть еще два. Которые также отправляются вперед. Зергу сейчас надо заказывать лингов, но Зерг сидит в сапплай-блоке. У него только две собаки. Тут адепты прям уже на половине карты Зерга. Неприятная немного ситуация для Зерг Кабана, прямо скажем. Или для Зерг Кабана. Сейчас уж нормальное ударение ставить. Эволюшн там заблокировал двух дронов. Но в итоге здесь адепты не стали размениваться на заблокированных дронов. Они отправились на мейн. Они, как видите, здесь прям, ну, очень результативно. Гигантское количество дронов потеряно в итоге. Я не знаю, оно вроде по потерянным ресурсам типа 468 на 400. Вообще нет разницы почти. Но по игре, поверьте, семь уничтоженных дронов плюс сильно задержанное третье. Это очень хорошее преимущество Тоса. Но здесь, как видите, я использую альтернативный вариант игры в плане, как выйти на третью базу. Потому что, конечно, выйти на третью базу можно не только через Старгейт, а и через адептов. В том числе через адептов с апгрейдом на скорость атаки. Как видите, мы спокойно выходим на третью базу. У нас уже есть три варпгейта. Поэтому, как только уже я выйду из сапплайблока, может, он будет дозаказывать новых юнитов. Я тут, конечно, чуть-чуть испортил себе жизнь и игровую ситуацию этим сапплайблоком. Очень жестким. Мы просто 30 секунд сидели на лимите 46. Это довольно сильно ударило по билдордеру. Но глобально плановые, понимаете. Мы под адептами выходим на третью базу. Мы здесь ставим два роботикса. И дальше, в общем-то, будем обязательно в риверов переходить. Но адептами попробуем держать соперника в напряжении. Дома также ставится фаржа. На случай, если там вновь будет какая-то тайминговая атака. Хотя на этот раз намного сложнее было бы зергу какую-либо тайминговую атаку провернуть. Но на этот случай тоже мы сможем там везде, где надо, поставить фотонки батарейки. Своевременно риверы на этот раз, конечно, не успеют. Но могут успеть, например, имморталы, если они будут нужны. Но пока, как видите, здесь адепты просто телепортируются на натурал. Адептов много, лингов мало. Адепты вновь наносят очень неплохой урон зергу. И сейчас зергу приходится просто уводить уронов с третьей. Тем самым он минимизировал свои потери по рабочим. Но глобально это все еще превосходная ситуация для Фротаса, как вы понимаете. Здесь я в целом выигрываю опенинг. И зергу нужно прям продолжать там дозаказываться активно, да, добавлять собак. Мы в это время уже раскачиваем газы на третьей базе. Ставится робо-бэй, делаются имморталы. В общем, все идет своим чередом. Адептов я сохранил. Не стал их прям разменивать до победного. Адепты мне еще пригодятся. Пригодятся в том числе как юниты, которые будут помогать выходить на четвертую базу. Потому что, опять же, вот сейчас у меня потихоньку будут появляться имморталы и риверы. Но риверы слишком медленны. Имморталы слишком плохо чувствуют себя против собак. Поэтому, естественно, адепты это прям оптимальный способ выходить и дальше на новые базы. Пока соперник контролирует карту чисто собаками. Пока у соперника, кроме этих собак, толком ничего нет. У меня тут, честно говоря, довольно вяленько по темпу раскачивается экономика. Можно было бы, наверное, большего добиться. Можно было бы там уже иметь три полностью раскачанные базы с запасом. Но немного сбивали здесь саплай-блоки, которые у меня периодически были. Тем не менее, три базы у нас уже имеются. Появляются потихоньку первые риверы. Что будет делать зерк? Зерк на этот раз без свармхастов. И пока непонятно, с реведжерами ли или без них. Потому что реведжеры, с одной стороны, вроде и неплохо себя проявляли. Но, с другой стороны, когда они там ловили жесточайший просто сплэш от риверов, казалось, что, возможно, это не лучший юнит. Но гидроден, инфестейшн пид, грейды 1.1. Пока именно в этом направлении движется зерк. Мы, как видите, выходим как раз-таки на четвертую базу под прикрытием адептов. Для этого они, собственно, и нужны сейчас. Ну и в это время призма с риверами. Призма с риверами полетела харасить. Мы сделали довольно поздний грейд на скорость в арпризме. Но он все равно полезный. Риверы чисто разменивают 4 минерала, 4 газа на криптуморы. Это не худший размен. Но, конечно, вот ривера очень сильно сбивает, когда там первыми бежит буквально пара собачек. Потому что оба ривера сразу стреляют именно по ним. И в отличие от призмы с дизрапторами, призма с риверами в такой ситуации не может добиться многого. Но при этом у дизрапторов какой-либо урон не гарантирован. А вот риверы, они позволяют, может, и небольшой, но гарантированный урон получить. И это, возможно, даже лучше. Здесь что-то как-то заблудились королевы. Королевы могут очень сильно наполучать. Но пока риверы здесь попали по большей части по лингам. У меня потихоньку четвертая база. Добавляются там все больше и больше риверов. Потому что я вижу, что, в принципе, армия соперника. Гидролиски, роучи, ну... Это как будто бы то, что может действительно сильно страдать от риверов. Здесь адепты уже, будучи ненужными мне, там пошли гулять, отдаваться. Но в итоге... В итоге их тут перехватили гидророучи. Ну и риверами я дальше попытался с этими гидророучами разменяться. И, как видите, очень недурно получилось на самом деле. Вот когда риверов там что-то прикрывает, и они могут с задних рядов постреливать, то, честно говоря, выглядит прямо им балансно. Ну, вы видите, я на этот раз прямо во все тяжкие... То есть... Как можно больше этих юнитов. Никаких колоссов на этот раз. И морталов буквально пара штучек. Прежде всего, для того, чтобы они, опять же, урон принимали. Но наносить его должны будут именно риверы. Добавляются темпл архивы, чтобы как-то использовать имеющийся газ. Ну и здесь мы видим зилоты врываются на одну из зерговских локаций. В это же время я развлекаю в другом направлении. Здесь тоже зилот лупит хату. Ну а призма дальше пролетает на мейн. Для того, чтобы там устроить приключения. Но там есть две споры и королева. Еще одна королева подходит. Поэтому приходится, конечно, разворачиваться пока. Тем не менее... Ну, такая неплохая атака. Зерга удалось развлечь, напрячь. Дополнительно вложиться в стат оборону. Лимиты, как видите, близкие. Плюс у меня там еще много минералов в запасе, которые могу потратить на пятую базу. Кругом также много статики. Опять же, она, если что, должна тянуть время. Ну и как раз вот так по брудварному я очень делаю. Я оставляю на локации пару риверов. Вот такую базу, мне кажется, взять штурмом практически невозможно. Когда есть пара риверов, фотонки, батарейки. Это прям очень сложно. Прям нереально сложно. Любым количеством юнитов сюда наламываясь. Ну, может быть, кучей люркеров тогда получится. Но, естественно, базы, которые и так защищены, это прям тяжелая цель для Зерга. Ну, у Зерга есть другие цели. У него делается апгрейд на дальность атаки люркера. У него также делается плюс два на дистанционную атаку. Ну, армора почему-то нет. Но, в целом, потенциально грейды 2-1 это тоже неплохо. У меня, как видите, плюс два на атаку. Большой приоритет именно на грейды на атаку. Как обычно, когда вы играете вот в таком составе армии. Ну, и вот я собрал, в принципе, состав армии, который я хотел собрать. С кучей архонов, имморталов, сталкеров и риверов. И, в моем понимании, это что-то, что может быть практически непробиваемо и неубиваемо по земле. Да, естественно, там может быть условно переход в массмуту. Но прям массмута я не уверен, что сильно бы зашла. Вот здесь пролетает еще одна призма. Я готовлюсь к экшену по нескольким направлениям, потому что основное войско идет здесь. Дальше пролетает призма с двумя риверами также в тыл. Но тут мы заходим, попадаемся на люркеров. И если пара люркеров проблемой не была, то все эти люркеры это, естественно, проблема. Тем не менее, у зерга тут тоже будут приключения. Потому что есть куча зилотов на мейне и пара риверов, которая будет очень здорово этим зилотам помогать. Ну и тут приходит основное войско. А тут есть еще одна призма, которая делает еще один довар. На самом деле у зеркабана тут могут быть... Ох, какие серьезные трудности. Но в итоге с этими риверами он справился, потому что у риверов, по сути, закончились скраби. А тут смотрите, какой прикол. А тут блайндинг-клауды. Вот еще одно важнейшее отличие риверов от дизрапторов. Дизрапторам плевать на блайндинг-клауды. Но при этом не плевать на абдакты. Риверы на блайндинг-клауды плевать точно не могут, потому что у них стандартная атака, а не способности. И как следствие, блайндинг-клауды просто не позволяют им атаковать. Но абдакты, да, абдакты им довольно сильно мешают, но при этом не отменяют сам запуск скрабеев. Здесь, конечно, зерк понимает, что наламываться абсолютно бессмысленно на такое количество фотонок и батарейок. Но вообще, респект зеркабану за то, что не дергал F2. И эти роучи так и остались в другой части карты. Я в целом немало лимита отдал. Как видите, у меня сейчас и близко не 200. Ну и здесь риверы успели немного пострелять. Я не скажу, что они прямо идеально справились. И видите, риверы не могут нормально отступать. Вот на отступлении вайперы просто на абдактиле там куча всего. И все, до свидания. Здесь зато риверы помогают защитить натурал. Сумасшедшие попадания с карабеев. Но этих сумасшедших попаданий не хватает вот где. Тут всего два ривера сейчас. И этого может быть недостаточно против такого количества люркеров. Тем более одного ривера очень быстро удалось зергу зафокусить. Тут, конечно, очень сильно помогает шилдбет. Ривер чадж. Но вайпер. Вайпер был с энергией. Он выдернул ривера. В это время здесь контратака зилотов. Там просто минус натурал. Но здесь роучи продолжают феерить на натурале протаса в свою очередь. Однако риверы и с ними справляются. Ривера, впрочем, сильно не хватает где-то здесь. Но что сюда рекол делать? Нет, рекол туда не сделаешь. Поэтому в итоге, как видите, протас теряет эту базу. Зерг теряет натурал. Там уже и на мэне начинают фестивалить зилки. Ну и по грейдам, конечно, зилоты 3-1-1. А линги без апгрейда на коготь без единого. Поэтому там зилоды вообще могут немыслимо круто размениваться. Здесь ставить новую базу, честно говоря, бессмысленно. Слишком близко зерговские. Локация слишком близко к крип. Поэтому лучше восстанавливать базу здесь, рядом с вот таким опорным пунктом. Ну и плюс риверы. Вот как они будут перемещаться между вот этой локацией и вот этой локацией? Явно никак. Здесь хотя бы роботиксы есть, понимаете? И здесь типа риверы могут появиться в случае чего прямо на этой локации. Но вообще есть ощущение, что протасы, когда играют в макро, если они будут играть в макро через риверов, то что надо сделать? Надо реально разносить роботиксы по разным базам. Один на натурале, один на третьей, один на четвертой. И тогда, по идее, это прям может работать очень хорошо. В зерк 146 лимита и куча денег. Но это потому, что гидроден был потерян. Сейчас гидроден восстановлен. И зерк, соответственно, очень быстро сможет восстановить лимит. Да, здесь, конечно, нет никакой стенки. Я как раз-то замечаю, пытаюсь стенку восстановить. Но уже, уже проникают линги. Ну и, как вы можете заметить, я начинаю добавлять в состав армии керриеров по следующей логике. Во-первых, мне кажется, что просто масс-люркеры, масс-вайперы будут меня контрить в хлам. Поэтому надо заставлять зерга добавлять антиэйр. Ну и, во-вторых, керриеры, по идее, должны стать приоритетной целью для абдактов. Но посмотрите, сколько здесь вайперов. То есть, если моя задумка в том, что на карриерах энергия вайперов закончится, то это совсем не так. Чтобы контрить такое количество вайперов, естественно, нужно много хай-темпларов с фидбэками. Естественно, нужен вижен, то есть нужны оракулы, которые будут использовать ревелейшны. Но самое главное, нужна хорошая позиция. Теперь посмотрите, зерк здесь, моя армия вот здесь, и я ничего не знаю о том, где находится войско зерга. Я абсолютно вне позиции сейчас. Посмотрите, какая армия приходит. И я даже не могу сделать рекол на натурал, могу сделать рекол на мэй, но это вообще не помогает. В итоге все это войско черепашьими какими-то шагами пытается сюда подойти, но заранее бросает блондинклауды, зерк кабаны, просто выдергивает всех и вся, прям всех риверов одного за другим. И как вы понимаете, на этом песенка риверов спета. Здесь нужны фидбэки, здесь нужны оракулы с ревелейшнами, здесь нужно очень четкое понимание того, где находится войско зерга. Без него, как видите, с риверами справляться можно. В общем, мне кажется, юнит очень интересный, который полностью меняет геймплей. Возможно, меняет его в лучшую сторону. Очень интересно будет узнать ваше мнение. Понравились ли вам риверы? Хотите ли вы больше таких экспериментов? Но на сегодня все. Для вас работал Alex007. До новых встреч, всем пока и удачи. Услышимся.